В столице отремонтируют еще один подземный переход. Речь о подземке на перекрестке бульвара Дичибал и улице Николая Титулесков в секторе Ботаника. Там уже начались первые работы, снимают старую штукатурку, разбирают разбитые ступени. Расходы на ремонт подземного перехода взял на себя экономический агент. Работы должны закончиться максимум через два с половиной месяца. Ориентировочные затраты составляют более 300 тысяч леев. Расшифрова системы на спосуде с опилами плуяле, репаратизм горы и bootлев, Расшифрова за ступени убежат ліев, укорнade шабе, Расшифрова на шабе, Расшифрова инфуент, Расшифрова на экологию центрального Cooperative и шабе, Расшифрова на гуманой зеркалом. Расшифрова в ступеникум и директора СПВ. Расшифрова на моем канале, Иван первой двигатель и одну из importance примерно ступени. Десятяты составляющие лев. Подземный переход на пересечении бульвара Дичебал и улицы Николая Титулеску никогда не ремонтировался. Жители города с нетерпением ждут результата. Говорят, на лестнице можно было шею свернуть. Это необходимо. Это самое главное, чтобы людям было удобно. Потому что транспорт не может, говорится, светофоры перекрывать, трассу нельзя. Только за. Не только этот, а все пешеходы. Ну, лет 20 назад, 15 было хорошо. Ну, все стареет, надо ремонтировать, надо краситься, волосы, знаете как, да? Позже столичные власти решат, сохранят ли здесь коммерческую зону. Те бутики, которые были расположены у входов, они мешали. Мы обговорили с экономическим агентом, что они должны быть эвакуированы, что вход должен быть абсолютно свободный, большой и удобный. На сегодняшний момент мы обсуждаем необходимости, возможности вместе с экономическим агентом для того, чтобы здесь сохранился торговый ряд. Всего на Ботанике насчитывают пять подземных переходов. Два из них уже ремонтируют. Один уже готовый, это в аэропорту отремонтированный. И на очереди мы сейчас ведем переговоры еще с экономическими агентами по поводу оставшихся подземных переходов. Это на Троян, пересечение с дачи и на улице Мунчешти. Напоминаем, что в этом году муниципальные власти приступили к реабилитации семи подземных переходов в столице. Кроме того, начались работы по эвакуации киосков из подземки на улице Иона Крянга в районе бывшего кинотеатра Флакара. До конца этого года будет также отремонтирован переход на улице Кали-Ешелор. Напомним, что в этом году был модернизирован и уже сдан в эксплуатацию подземный переход на Виадуке, соединяющий центр и Ботанику.